Уважаемые студенты, тема сегодняшней лекции – УВИИТЫ. УВИИТЫ входит в группу воспалительных заболеваний органа зрения и составляет одну из актуальных проблем офтермологии. УВИИТЫ относятся ко второй категории квалификационной характеристики врача общей практики, согласно которой врач должен поставить предварительный диагноз заболевания на основании клинических симптомов и своевременно отправить больного к офтальмологу для специализированного лечения. Для постановки клинического диагноза данной патологии необходимы специальные офтальмологические методы исследования и лечение больных только в стационарных условиях. Итак, УВИИТЫ – это воспаление сосудистого тракта глазного яблока. По локализации УВИИТЫ делятся на две группы. Иридоциклиты или передние УВИИТЫ – они составляют по статистике от 58 до 60% случаев УВИИТов. Ихоридиты или задние УВИИТЫ – которые встречаются до 20% случаев УВИИТЫ. Сегодня мы делаем больше акцент на иридоциклиты, потому как вы видели, что иридоциклиты встречаются почти в три раза больше, чем задние УВИИТЫ или хоридиты. И так как эта патология часто диагностируется со стороны ВОП и может привести к такому грозному осложнению, как вторичная глаукома, которая заканчивается слепотой, инвалидностью для пациента. Поэтому мы сейчас с вами больше разберем иридоциклиты. Значит, по локализации, как я сказала, вот я здесь покажу вам анатомически, делим на передние УВИИТЫ или иридоциклиты. Вот посмотрите, пожалуйста. Иридоциклиты – это воспаление одновременно радужной оболочки и целярного тела, передние УВИИТЫ, и задние УВИИИТЫ или хоридиты – это воспаление хоридые. Распространенность заболевания. Значит, в 25% случаях причины слепоты и слабовидения являются УВИИИДЫ. Эндогенные УВИИИДЫ встречаются до 12 случаев всей глазной патологии. В 5,7% случаев больных стационаров составляют УВИИИДЫ. Этиология или причины заболевания. Обратите внимание, я вас прошу на эту часть презентации, и посмотрите, какие разнообразные этиологические факторы. Это и вирусы до 25%, стриптококки, стафалококки до 25% случаев вызывают иридоциклиты, туберкулез 24%, бактериальные иридоциклиты встречаются в 27% случаев, бруцеллез и токсоплазмоз 12% и ревматоидные иридоциклиты встречаются в 9% случаев. Обращая внимание на данный слайд, я хочу сказать, что на сегодняшний день мы, офтальмологи, тоже становимся врачами общей практики, потому что если мы не будем знать вот эти вот причины, которые вызывают данное офтальмологическое заболевание, мы просто-напросто не сможем вылечить глаз от данного заболевания, потому что мы будем лечить симптоматически, а данная инфекция или вирус, или стриптококк, или другая этиология, которая будет циркулировать по сосудистому тракту органа зрения, она будет вызывать и приводить к частым рецидивам иридоциклиты. Поэтому мы обязательно должны выяснить у таких больных жалобы, анамнисморбии и прицельно искать данную причину, чтобы вылечить больного как симптоматически, так и вместе с врачами общего профиля, или с ревматологами, или с физиаторами, или с инфекционистами, мы обязательно должны ликвидировать этиологическую причину. Такое лечение у нас называется офтальмологией комплексом. Тогда мы достигнем какого-то хорошего определенного результата. Классификация. Мы, офтальмологи, пользуемся классификацией Зайцевой Кацельсона. И в данном случае мы вам предоставляем классификацию более упрощенную, которую вы можете пользоваться при диагностике больных с увитами иридоциклитами, будучи врачами общей практики. Первое. Различаем иридоциклиты по типу эксудации. Это серозные различают иридоциклиты, фибринозные или фибринозно-пластические, гнойные, геморрагические. И если будет сочетание нескольких типов эксудата, мы называем их смешанными иридоциклитами. Я хочу обратить внимание на то, что самыми тяжелыми осложнениями заканчиваются у нас фибринозные или фибринозно-пластические иридоциклиты. Потому как вы знаете из курса под физиологией, что фибрин это вещество, это вызывающее слипчивое воспаление. И вот именно это свойство фибрина вызывать слипчивость и воспаление, оно очень неблагоприятно отражается на последствиях иридоциклита и приводит к таким сложным осложнениям, как вторичная глаукома. Я попозже об этом вам скажу. Вот, пожалуйста, картина сирозного иридоциклита. Посмотрите, пожалуйста, какой глаз воспаленный. Вот я потом буду говорить. Вот это сочетание перекорниальной инъекции и конъюнктивальной, которые дают нам синдром красного глаза. Фибринозно-пластический иридоциклит. Посмотрите картину, обратите внимание на форму зрачка. Форма зрачка вот такая вот в виде цветка. В норме, вы знаете, зрачок у нас круглый, с четкими границами и определенного размера. Вот здесь вот фибрин делает свое дело и оставляет после себя вот такого неправильной формы зрачок в виде цветка или овальной формы, который является следствием образования так называемых синехий. Гнойный иридоциклит. Обратите внимание на уровень гноя в передней камере. Вот, пожалуйста, вот я показываю. Вот этот вот уровень гноя в передней камере, он не должен быть в норме, потому что вы знаете, что в передней камере у нас находится влага передней камере или жидкость в передней камере, которая не имеет никаких примесей, лейкоцитов, эридроцитов, и она бесцветная и прозрачная. В данном случае вот уровень гноя в передней камере. Это состояние называется геопопионом. Следующий геморрагический ритоциклит, о котором мы говорили, о типе эксудации, посмотрите. В данном случае в передней камере находится кровь. Это состояние называется геофемой, состояние нахождения крови в передней камере. Следующая классификация – это по течению мы различаем острые ритоциклиты, подострые, хронические и рецидивирующие. Я хочу сказать, что если нам не удается найти ту причину, о которой я говорила в презентации до этого, тогда мы лечим больных симптоматически, и через две недели они к нам могут поступить с рецидивом. А повторяющиеся рецидивы приводят к хроническому процессу, уже к хронизации процесса, и дальше мы можем уже наблюдать различные осложнения данного заболевания. Также различаем мы эндогенные и ритоциклиты и экзогенные. К эндогенным и ритоциклитам относятся метастатические и токсикоаллергические формы к экзогенным и ритоциклитам. Относятся эти и ритоциклиты при ранении глазного яблока. Конечно, имеется в виду проникающие ранения глазного яблока, когда имеется входное отверстие, проникает туда какая-то инфекция, и это может привести к осложненным и ритоциклитам, в виде уже будет осложнение. После операции имеется в виду наши полостные офтермологические операции, которые проходят с введением каких-то операционных манипуляций при глаукоме или при экстракции катаракты, когда глаз может воспалиться и привести к острым и ритоциклитам. После язв роговицы при прохождении темы кератита вы ознакомитесь с бактериальной формой кератитов. Есть заболевание очень тяжелое, это ползучая язва роговицы. Это заболевание может привести впоследствии к прободению роговой оболочки и осложнится уже бактериальными формами и ритоциклитов. Клиника заболевания. Мы различаем в клинике и ритоциклитов субъективные и объективные признаки. К субъективным признакам заболевания относятся первое – это боли. Обратите внимание, боли какого характера? Ночные и ломящие боли. Ночные боли объясняются тем, что целярное тело иннервируется парасимпатической иннервацией, а именно царства вагуса, которое воспаляется в ночное время. В этом объясняется то, что боли в основном беспокоят больных в ночное время. Ломящие боли также объясняются наличием парасимпатической иннервации. А именно вовлечение в процесс болевого синдрома говорит о вовлечении в процесс воспалительного и целярного тела. Когда заболевание начинается с радужной оболочки, болевые симптомы бывают незначительные. Дальше в субъективные признаки эридоциклита входит в так называемый роговичный синдром, куда относится светобоязнь или мы говорим по-другому еще фотофобия, слезотечение и средствами заболевания, естественно, бывает понижение остроты зрения. Что же относится к объективным признакам? Что мы можем увидеть при объективном осмотре больного глаза? Во-первых, мы увидим блефороспазм. Блефороспазм – это сужение глазной щели вследствие спазма век. Второе – перекорниальная и смешанная инъекция. В норме склера у нас белого цвета инъекции не наблюдается. В данном случае при эридоциклитах бывает перекорниальный и смешанный вид инъекции. Изменение цвета радужки сопровождается тем, что происходит воспалительный процесс и отек радужной оболочки, что в свою очередь еще дальше приводит к стушованности рисунка передней поверхности радужки. Так как происходит отек и воспаление радужной оболочки, то это, естественно, приводит к сужению зрачка и на вялую реакцию его на свет. И следующее – мы можем увидеть образование задней синехии, что может привести к вторичной глаукоме. Это, конечно, уже относится к осложнениям при эридоциклитах. Обратите внимание, какие объективные признаки, о которых мы сказали. Это блефораспазм. Вот нормальный глаз. И по сравнению с нормальным глазом, посмотрите, это блефораспазм. Состояние глаза с блефораспазм, но не полный, а частичный блефораспазм. Вот посмотрите, это больной глаз с эридоциклитом, инъекция сосудов. Перикорниальная инъекция. Вот обратите внимание, что такое перекорниальная инъекция. Перикорниальная инъекция возникает вокруг лимба. Вот вокруг лимба часть склера остается белой, поэтому мы называем перекорниальная, а не смешанный вид инъекции. Вот тут обратите внимание тоже перекорниальная Но в данном случае этот процесс может привести к смешанному виду инъекций. Посмотрите, здесь имеется вокруг лимба голубоватый венчик, перикониальная инъекция. И имеется еще дальше конъюнктивальная инъекция, которая идет из конъюнктивы, направляется в сторону лимба. В данном случае мы можем сказать, что это и смешанный вид инъекции. В данном случае это смешанный вид инъекции. Вот такой глаз мы называем синдромом красного глаза. В синдром красного глаза входит еще заболевание роговой оболочки. И синдром красного глаза может возникнуть при наличии инородного тела в глазу. Само понятие синдром красного глаза идет из того, что склера становится у нас совершенно красной, наполненной кровью. И за счет одновременного сопровождения как перекорниальных сосудов, так и конъюнктивальных сосудов. Следующие объективные признаки. Вот посмотрите еще синехии. Вот такой зрачок, я вам уже говорила, образуется неправильная форма при образовании передних синехий. Что еще входит в клинику иридоциклита? В клинику иридоциклита входит понижение внутриглазного давления в начале заболевания. Или гипотония глаза, мы говорим. Чем обосновано понижение внутриглазного давления? Одной из функций радужки и целярного тела, о котором мы сейчас говорим, о воспалении, является секреция внутриглазной жидкости, которая подавляется при данном воспалении этих оболочек. Что, в свою очередь, ведет к уменьшению выработки внутриглазной жидкости, следствием чего является гипотония глаза. Вы это можете проверить в условиях сельского врачебного пункта при работе пальпаторном определении внутриглазного давления. Одновременное надавливание на больной глаз причиняет боль больному, и при этом больной отталкивает вашу руку. Это является еще одним дифференциальным диагностическим критерием для постановки диагноза острый эридоциклит. Эта болезненность у офтальмологов называется целярными болями, что является следствием вовлечения процесса целярного тела. Одной из характерных признаков вовлечения в процесс целярного тела также является появление прецепитатов на задней поверхности роговой оболочки. Прецепитаты имеют очень большое значение у нас. Еще раз признаки гипопио. Мы с вами о них уже говорили, гефема. В данном случае, о чем мы сейчас с вами говорим, это прецепитаты. Когда вы нам рассказываете эридоциклиты, вы обычно говорите, что бывают точки на задней поверхности роговицы. Вот эти точки на задней поверхности роговицы называются прецепитатами. Прецепитаты имеют очень большое значение. Во-первых, для окончательной постановки диагноза эридоциклиты, конечно, офтальмологами, потому что прецепитаты невооруженным глазом мы увидеть не можем. Прецепитаты видит только офтальмолог при обследовании больного методом биомикроскопии. Прецепитаты – это воспалительные клеточные элементы, которые возникают в средстве вот такого сильного воспаления радужки целярного тела и откладываются на задней поверхности роговицы или на ее эндотелии. И по силе тяжести спускаются вот в переднюю камеру. Это первое. Во-вторых, по размерам и по цвету прецепитатов мы предварительно судим об этиологии эридоциклитов. Обычно желтого сального цвета такого прецепитата более крупного размера бывает при туберкулезной этиологии эридоциклитов. А более мелкие прецепитаты серого цвета, распыленные по заднему эндотелию роговицы обычно бывают при эридоциклитах ревматоидной этиологии. Во-вторых, во-третьих, когда мы наблюдаем за больным в условиях стационара, ежедневно смотрим его методом биомикроскопии, по уменьшению размеров и количества прецепитатов мы судим об эффективности нашего лечения. Насколько быстро рассасываются прецепитаты, мы судим о том, что мы на правильном пути лечения и что больной идет на выздоровление. Вот еще посмотрите прецепитаты. Так, и осложнения. Осложнения. Значит, к осложнениям эридоциклитов относятся, это первое, сращение и сращение зрачка. Или в полотене говорим, окклюзия и циклюзия пупили. Что, в свою очередь, ведет к вторичной глаукоме? Следующее осложнение – это неврит зрительного нерва и атрофия глазного яблока. На сегодняшний день я хочу сказать, что очень улучшились методы диагностики в офтальмологии. Очень много различных микс препаратов, которые мы применяем для лечения воспалительных заболеваний глаз. И поэтому такие осложнения, как неврит зрительного нерва и атрофия глазного яблока, встречаются очень редко. Но чаще мы встречаемся с такими осложнениями, как вторичная глаукома. И очень боимся этого осложнения, потому что, как и первичная глаукома, вторичная глаукома тоже может привести к слепоте и инвалидности пациентов. Поэтому мы должны знать, какие причины приводят к вторичной глаукоме. Сращение и сращение зрачка обычно бывает при фибринозно-пластической форме иридоциклита. При появлении фибринов, фибрин откладывается сначала в области зрачка. Вот это состояние называется передними синехиями. Передние синехии, образовавшиеся передние синехии, дальше образуют задние синехии. Задние синехии образуются между задней поверхностью радужки и передней капсулы хрусталика. И вследствие этого нарушается циркуляция жидкости из задней камеры в переднюю и дальше в шлемы в канал. А почему мы называем вторичной глаукомой? Потому что первичным заболеванием в данном случае служит острый иридоциклит. Вот посмотрите, состояние вторичной глаукомы. Когда, при каком состоянии глаза появляется вторичная глаукома. Вот посмотрите, окклюзия и сэклюзия зрачка бывает вокруг зрачка, что приводит к тому, что влага передней камеры собирается в заднюю камеру. Она не может выйти из задней камеры в переднюю. При этом радужная оболочка выталкивается в переднюю камеру, и ее корень закрывает угол передней камеры. Вот это состояние, когда радужка выходит в переднюю камеру, называется бомбажем радужной оболочки, ирис бомбеи, что в свою очередь ведет к закрытию угла передней камеры или шлемового канала. Это второй путь для оттока внутриглазной жидкости. Вот все это приводит к резкому повышению внутриглазного давления или вторичной глаукоме. Вот посмотрите, еще состояние бомбажа радужной оболочки. Вот посмотрите, вот эта вот роговица, вот эта вот радужная оболочка. Вот посмотрите, между ними роговица и радужной оболочки совершенно отсутствует пространство, которое называется передней камерой. Вот это вот состояние тоже приводит к бомбажу радужной оболочки и закрытию угла передней камеры, что приводит к вторичной глаукоме. Вот это вот грозное осложнение острого иридоциклида. Еще одно осложнение, о котором я вам выше сказала, это неврит зрительного нерва. Обратите внимание на состояние глазного дна. Вы знаете, что в норме диск зрительного нерва с четкими границами, круглой формы и розового цвета. Вот в данном случае диск зрительного нерва увеличен в размере и не имеет совершенно границ. Эти границы стушевываются с областью сетчатки. Вот это состояние называется невритом зрительного нерва. Но на сегодняшний день это осложнение встречается редко. Лечение заболевания. Как я уже сказала, лечение иридоциклидов должно быть комплексным. Общая терапия должна зависеть от этиологического заболевания. К местному лечению относятся применение медриатиков и обязательно кортикостероидов. Лечение должно быть направлено на профилактику осложнения. То есть должно быть направлено на то, чтобы предотвратить сужение зрачка. Для этого мы применяем группу медриатиков, к которым относится очень много препаратов. Это атропин, гомотропин, медриацил и так далее. И обязательно применяем группу кортикостероидов, к которым относится 0,1% дексаметазон и очень много микс препаратов. Еще раз я должна сказать, что лечение иридоциклидов должно быть обязательно в стационарных условиях, зная о том, каким осложнением приводит данное заболевание. И в стационарных условиях мы применяем физиотерапевтическое лечение. Спасибо за внимание.